О введении системы «Эроглонас» водители судачат еще с прошлого года. В 2016-м правительство заявило, что с 1 января 2017-го в силу вступает обновленный техрегламент. Все автомобили, произведенные в России, теперь будут оснащены новой конструкцией. Без нее паспорта на транспортные средства больше выдаваться не будут. «Эроглонас» или система экстренного реагирования при авариях представляет собой своеобразный автомобильный терминал. Работает устройство следующим образом. При ДТП оно определяет местоположение с помощью GPS и передает сотовому оператору координаты транспортного средства, его номер, вид, тип топлива, количество пассажиров и другую необходимую информацию. Одновременно с этим в машине устанавливается голосовая связь с водителем. Причем система работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. А сейчас мы протестируем систему вызова экстренных служб. Нововведение особенно взволновало любителей поддержанных иномарок. Ведь в других странах подстраиваться под российские законы и выпускать машины с «Глонасом» никто не собирается. А без системы таможня не сможет зарегистрировать авто. Правда, сейчас водители поговаривают, что таможенники сами до сих пор не знают, как им следует действовать с заграничными машинами – растамаживать или пропускать. Представители таможни личный комментарий нам не дали. Ограничились письмом, которое ситуацию никак не прояснило. В компетенцию таможенных органов не входят вопросы в части, касающиеся системы «Эроглонас». Паспорта выдаются таможенными органами на транспортные средства при наличии одобрения типа транспортного средства или свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, которые подтверждают соответствие ввозимых транспортных средств техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. По некоторым данным, хотят разрешить установку системы «Эра», что называется, на месте после ввоза. И уже потом получить заветный ПТС. Обойдется система водителям от 20 до 40 тысяч. Вот только производства ГЛОНАСС на Дальнем Востоке нет. Но это только полбеды. Универсальной системы для всех видов транспорта тоже не придумали. Под каждый автомобиль разрабатывается индивидуальное оборудование ЭРГЛОНАСС с учетом технической документации автомобиля. И, как заявили представители, разработчики ЭРГЛОНАСС, для японских иномарок праворульных у них в настоящее время нет этого оборудования. Кстати, после самостоятельной установки ГЛОНАСС не факт, что система будет работать. Потому что сигналы она начинает пилинговать только после краш-теста, который в обязательном порядке устраивают российские производители автомобилей. Для этого они, кстати, подвергают авариям три новые машины. Без краш-теста система не подключится. Поэтому, получается, водители поддержанных иномарок просто переплатят за ПТС. Вы слышали про эту систему? Я слышал, но у меня нет, ставить не собираюсь. Я не считаю это вообще необходимым. На подержанные машины абсолютно нет. Еще одна дополнительная бумажка при регистрации на таможне. Как будет, так оно и будет. Все равно мы ничего не сделаем. От наших разговоров ничего не изменится. Первыми против системы ЭРГЛОНАС пошли жители Камчатки и опубликовали в интернете петицию за отмену ГЛОНАСС. Поддержали их и приморские граждане. Водитель из Уссуриска под своей петицией, которую он собирается направить президенту, собрал уже более 27 тысяч подписей. После повышения пошлин начали появляться такие опасные схемы ввоза поддержанных автомобилей, как конструкторы и распилы, которые унесли немало жизней небогатых граждан России. Мое предложение – разрешить жителям Дальнего Востока России один раз в пять лет привозить автомобиль для собственных нужд без пошлин. Пока противники новой системы пытаются достучаться до правительства и что-либо изменить, в официальных дилерских центрах в продаже уже появились автомобили этого года, оснащенные ЭРГЛОНАСС. Производитель понес существенные затраты на установку и внедрение этой системы экстренного реагирования в автомобили, но на стоимости автомобиля это не отразилось. Между тем, если закрыть глаза на все неудобства, введение ЭРГЛОНАС задумывалось в благих целях. С помощью этой системы сотрудники всех спецслужб просчитывают оперативнее реагировать на аварии и, как следствие, спасать больше жизней. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов, Андрей Макаров. Новости на восьмом.